Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Размещается в центральной части города Архангельска от улицы Воскресенская до Кузнечевского моста и от городка Талаги до острова Кега. Общая площадь округа порядка 33 тысяч квадратных метров. Поэтому территория охватывает не только жилой фонд, который составляет у нас порядка 760 домов, но и большое количество зданий административного назначения. Это порядка 1440 зданий на территории округа. И по этой причине мы можем твердо, четко говорить, что округ является центральным. Но и в силу местоположения вы, наверное, самый густозаселенный округ, один из них, нет? Да, население округа составляет 82 тысячи человек, поэтому в периоды обучения еще увеличиваются за счет студентов. Ну а коренное население составляет порядка 79 тысяч. Ну и давайте перейдем все-таки к нашей главной теме, это благоустройство. Вот кто за что отвечает на такой большой территории, чтобы нашим зрителям было понятно? Все-таки давайте от улиц до дворов, до лестничных площадок. Вопрос мне понятен. Четко, конкретно разделить всю территорию округа и по зонам ответственности, кто должен наводить порядок. Перейдем, наверное, по порядку. Первое. Дворовые территории. Это территории, которые находятся в ведении управляющих компаний, и порядок наводится в них, естественно, управляющими компаниями по указанию собственников жилых помещений, которые на общих собраниях собственников принимают решение, кому конкретно, сколько конкретно выполнять работы по наведению порядка. По дорогам по центральным, по тротуарам, которые примыкают к ним, это у нас ответственность департамента городского хозяйства, которая через управление жилищно-коммунального хозяйства, через управление дорог и мостов наводит порядок на данных территориях. То есть это зона ответственности в мэрии? Да, это зона ответственности в мэрии. И это самое касается автобусных, допустим, остановок, да? Автобусные остановки с 1 января 2014 года также закреплены за данным управлением, и управление наводит на них порядок. Лестничные площадки, это, собственно говоря, то же самое, что смотри выше дворовой территории? Да, это управляющие компании, потому что лестничная площадка является общедомовым имуществом, и в соответствии с 491-м постановлением, 170-м постановлением ГАС-строя, это является зоной ответственности управляющих компаний. Ну вот об этих управляющих компаниях я хочу поговорить. То есть как я, житель конкретного дома, могу повлиять на чистоту своей лестничной площадки, своего двора? Да. Если моя квартира, понятно, ну давайте уже считать, я собственник, я ее приватизировал. Да, вы собственник жилого помещения. Вы на общем собрании собственников определяете, какими способами и методами можно навести порядок на той закрепленной территории, которая отводится для содержания общего имущества дома. Это и контейнерные площадки, это и спортивные площадки, это зона озеленения, это гостевые стоянки автомобилей. Поэтому у нас вот собственники жилых помещений немножко недопонимают вопрос по ответственности за содержание территории, которая отводится для общего содержания дома. То есть для эксплуатации дома они считаются достаточно одного метра по периметру, а для содержания дома они считают, что это зона ответственности других должностных лиц, именно мэрии, которая должна наводить там порядок. Нет, это земельные участки в долевой собственности, которые должны быть размежеваны и являться общедолевой собственностью собственников жилых помещений. То есть если мой подъезд там обычная пятиэтажка, все квартиры приватизированы, то собственно говоря получается, что я платя к своей кровной, я должен спрашивать с управляющей компанией не только за чистоту наличничной площадки и в метре от своего дома, но и в радиусе, собственно говоря, дальше там, где парковки, где детские площадки. Естественно, да. Для конкретизации территорий, которые подлежат уборке управляющими компаниями, в случае, если земельный участок не размежеван, в 2006 году мэром города было издано постановление 169, которое четко и конкретно определило, что по периметру дома, на расстоянии 15 метров по периметру, это земельный участок закреплен за этим домом для ее содержания, этого земельного участка. Но помимо этого, вот я вам сказал, что сейчас проводится размежевание бесплатное земельных участков и собственники жилых помещений, становятся собственниками долевой собственности на те земельные участки, которые необходимы для содержания. То есть, куда я могу обратиться, чтобы понять, собственно говоря, границы своего двора, да, будем говорить простым языком? Для того, чтобы определиться в вопросах межевания, вы на общем собрании должны поставить задачу управляющей компании, которая по вашему поручению проведет межевание земельного участка, и в последующем вы уже будете нести ответственность, полную ответственность за ее содержание и наведение порядка на данной территории. А муниципалитет помогает в межевании управляющим компаниям? Естественно, этот процесс в настоящее время пока бесплатно проводится, поэтому и интенсивно проводятся работы департаментом градостроительства. Имеется так называемое одно окно, Троицкий 64, куда можно принести документы и определиться в вопросах межевания данного земельного участка. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон редакции 639-717. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, мы вас слушаем. Сергей Аркадьевич, добрый вечер. Вопрос будет такой. Первое, значит, кто ответственный все-таки за очистку внутри дворовой территории? Это управляющая компания все-таки? За очистку дворовой территории несет ответственность управляющая компания. И вот в связи с этим вопрос. В ходе таяния снегов сейчас начнется. Значит, управляющая компания открывает колодцы канализационные и сбрасывает таяющую воду туда. Значит, из-за этого у нас встает канализация, значит, внутри дворовая. Хорошо, водоканал реагирует быстро, но вот как-то с этим нужно бороться. Спасибо большое за ваш звонок. Сергей Аркадьевич, что можем посоветовать? Ну, здесь правильно гражданин дает информацию о том, что действительно водоканал сейчас в настоящее время оперативно принимает все эти сигналы, реагирует правильно и адекватно на вот эти недостатки, имеющие место быть, и принимает меры к их устранению. Сергей Аркадьевич, а что делать, если я вижу, вот как собственник жилья, что мою лестничную площадку, мой подъезд убирается плохо, допустим, территория вокруг дома тоже неухоженно, как я могу повлиять на ситуацию и готовы ли вы помогать таким людям? В данном случае вам, как собственнику жилого помещения, необходимо инициировать проведение общего собрания собственников с повесткой дня о наведении порядка именно на лестничных площадках, на придомовой территории и конкретно определить управляющей компании необходимость выполнения тех работ, которые написаны, вот я как ранее говорил в 491-м постановлении правительства, как общедобовое имущество должно содержаться. В случае, если управляющая компания предоставит вам на этом собрании собственников расчет о необходимости увеличения или частоты уборки данной территории или увеличения каких-то объемов, естественно, она сразу вам предложит определиться с источниками финансирования для выполнения тех работ, которые необходимо дополнительно к тому, что ранее делалось, выполнять. То есть, по сути, увеличить графу содержания? Так точно, да. Вам необходимо будет увеличить или частоту, или увеличить количество тех дворников, которые работают по наведению порядка на данной закрепленной территории. А вот сколько нужно дворников? Есть какой-то расчет? То есть, как вообще понять на ваш округ, сколько нужно людей с метлами, граблями, лопатами? Ранее существовал норматив на одного дворника, и нами произведены математические расчеты, которые показали, что для надлежащего содержания территории Октябрьского округа необходимо 274 дворника. Эти дворники, естественно, должны находиться в штате управляющих компаний. У нас в округе 24 управляющие компании, которые занимаются этим вопросом. И, в принципе, последние проверки показали, что руководители управляющих компаний начинают понимать и осознавать важность вопроса чистоты и порядка на закрепленных территориях. Но имеет место еще одну сейчас сложность в том, что отменена статья 7.8 административного кодекса, которая ранее нам давала возможность составлять протоколы на нарушителей. То есть, иметь рычаг? Да, рычаг административного воздействия на нерадивые управляющие компании, которые не выполняли свои обязанности. То есть, теперь его нет? Сейчас областным собранием эта статья отменена 7.8. Но помимо этой статьи 7.8, мы сейчас начали пользоваться статьей 6.3 и 6.4. Это санитарное состояние территории. И через Роспотребнадзор составляем протоколы и понуждаем нерадивых управляющих компаний наводить порядок на тех территориях, которые за ними закреплены. Говоря о благоустройстве территории, невозможно не затронуть тему вывоза наших контейнеров, контейнерных площадок, их уборки. Все-таки от чего зависит чистота обработки контейнеров? И могут ли жители повлиять на ситуацию? Если я вижу, что после праздников, допустим, мой контейнер переполнен. И понятно, что он уже не работает, а мусор разлетается. Ну, это самый простой элементарный вопрос. По одной простой причине, что вы, как собственник жилого помещения, когда наняли для управления домом какую-то управляющую компанию, естественно, ее обязали выполнять вопросы вывоза твердобытовых отходов и крупногабаритного мусора, который накапливается. Принцип действия тот же, я собираю собрание. То же самое, да. Вы собираете собрание. Если вы, как гражданин, смотрите, что недостаточно количества контейнеров для сбора твердобытовых отходов, которые производятся жителями с вашего дома, значит, надо увеличить количество контейнеров. Но тут есть еще ограничение, что на контейнерной площадке не должно быть более пяти контейнеров. В противном случае создается там санитарная угроза и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если при наличии пяти контейнеров все равно идет переполнение этих контейнеров, надо, значит, увеличивать частоту вывоза. Управляющая компания произведет расчет и представит вам расчеты для того, чтобы увеличить собираемость денежных средств для выполнения конкретных этих работ. То есть сбор ТБО и их вывоз. Я напомню, телефон прямого эфира 639-717. У нас очередной звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Сергей Аркадьевич, скажите, пожалуйста, опять весна наступила, хотя, конечно, снег лежит, но будут ли в этом году субботники-то? Во дворах вообще ведь невозможно пройти. Когда вот планируется как-то убирать? Спасибо большое. Распоряжением мэра города Виктора Николаевича Павленко определены сроки проведения двухмесячника по уборке территории. Он определён с 14 апреля по 14 июня. Еженедельно будут проводиться санитарные пятницы с привлечением большого количества и жителей домов, и сотрудников управляющих компаний, и работников. А также будет проводиться 27 апреля. Это единый день проведения субботника. К этому времени мы надеемся, что лёд и снег стоят на дворовых территориях, и мы активно наведём порядок. Для того, чтобы организованно встретить эти мероприятия, в настоящее время администрация округа провела выдачу большого количества мешков, шанцевого инструмента, перчаток. Мы охватили полностью все наши 26 школ, вернее, 14 школ, 26 садиков. Выдали данные мешки и в управляющие компании для того, чтобы совместно с жителями домов навести порядок на земельных участках, собственность на которую не разграничена. Поэтому вам, как жителям округа, можно обратиться или в свою управляющую компанию, или подойти к нам на Троицкий 61. Мы, естественно, выдадим дополнительные материалы для того, чтобы можно было концентрировать весь мусор, который будет после интенсивного таяния снега. И, естественно, просьба большая будет тем активным жителям, чтобы они своевременно в последующем сообщали место складирования данных мешков с указанием конкретного адреса, чтобы мы приняли меры к своевременному вывозу этих отходов, которые будут собраны. Сергей Аркадьевич, тематику двухмесячника обязательно обсудим еще более детально. Все-таки и два месяца работы предстоит, и субботник будет не один. У нас есть очередной телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Скажите, пожалуйста, мы живем в районе Свободы, и у нас тут площадь Ленина-2, вот тут помойки у нас, да, там очень много крыс. Мы даже боимся выносить мусор, потому что они просто выскакивают. Мы знаем, что сейчас, вот я слышала как раз по этой программе, по вашей программе, что ведут борьбу с крысами, но в подвалах. А вот как тут обстоит дело, и почему у нас в Архангельске столько крыс? Ваш адрес – площадь Ленина-2. Ну, не площадь Ленина-2, район, площадь Ленина-2, Свобода-27. То есть центральная часть города фактически. Да, вопрос очень такой насущный. Действительно, эта проблема существует во всем городе. В департаменте городского хозяйства проведено совещание по данной теме. Предложено всем управляющим компаниям, не только центральных округов, а вообще всех управляющим компаниям, которые обслуживают жилой фонд города, одновременно провести работы по гератизации, для того, чтобы одновременно можно было уничтожить все это поголовье крыс и тех животных, которые действительно разносят и заразу, и создают угрозу жизни и здоровью и детишкам, и нашим гражданам. То есть работы по гератизации начнутся в ближайшее время? Работы проводятся по гератизации, да. Они уже начались. И мы ждем результатов. И я думаю, это будет не разовая акция, а акции будут продолжаться столько, сколько необходимо для того, чтобы уничтожить всех этих грызунов. Главный вопрос. Денег хватит на борьбу с ними? Я думаю, хватит. Это прерогатива управляющей компании. Это большая проблема всех жителей города. И я думаю, для этого деньги будут находиться. И если необходимость какая-то будет, то на общих собраниях будет вопрос финансирования и решения этой проблемы. Если вернуться к тематике двухмесячников, все-таки какие мероприятия запланированы? Понятно, что мы стартуем 14 апреля. 14 апреля мы стартуем. Мы ожидаем, конечно, интенсивного таяния снега или льда. Но по климатическим условиям будем ориентироваться. И будет производиться, как обычно, сбор твердобытовых отходов. То, что будет выявляться после таяния, интенсивного таяния снега. Естественно, все это будет умрано, вывезено, складировано. Мы окажем помощь и организациям, которые расположены на территории округа для системного вывоза. И в дни субботников будет производиться бесплатно прием этих отходов на общегородском полигоне. А рядовые жители как могут принять участие в субботнике? Я имею в виду, если я сам решил после работы уже выйти, допустим, прибрать территорию своего двора. Вы поможете мне инструментом, шансовым, другим инвентарем? И куда мне обращаться? Какой-то телефон или адрес? Обязательно. Я уже говорил, адрес администрации округа Троицкий, 61, вход со стороны Троицкого, кабинеты номер 673 и телефон 204-201 или 2044-92. 204-201. И как заранее стоит звонить, предупредить о своем намерении? Да, предупредить и сказать, что я гражданин такой-то, такой-то, проживая в таком-то доме, мне необходимо для сбора определенного количества мусора, предположим, 20 мешков, мы пойдем навстречу без проблем, отложим в одном из этих кабинетов это количество, чтобы гражданин мог прийти в любое удобное для него время, взять эти мешки и в последующем использовать их для сбора этих отходов. А грабли, перчатки? Грабли, перчатки мы выдаем разово под расписку, с последующим возвратом и в дни санитарных пятниц, потому что на коллективных 27 апреля будет проводиться единый субботник, поэтому тут весь шансовый инструмент будет задействован на большом количестве людей, которые будут задействованы на уборке, а в рабочие дни и вечернее время мы, пожалуйста, всегда готовы предоставить помощь в любых вопросах обеспечения. С вашим адресом и телефоном мы разобрались, я напомню, телефон нашего эфира, это 639-717, и у нас очередной звонок, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Акадьевич, вот еще вы говорили сейчас о крысах, дело в том, что мы живем на первом этаже Дзержинского 1, корпус 4, значит, уничтожение крыс будет большое, крысы будут разлагаться и попадают в наши квартиры, вот именно на первом этаже. Как это будет все выглядеть? То есть вы опасаетесь, что при диэротизации крысы будут попадать к вам в квартиру? Не крысы попадать, они будут разлагаться, мертвые, я имею в виду, что они же будут мертвые, их много у нас, их очень много. Спасибо большое. Да, как правило, при диэротизации крысы пытаются каким-то образом найти лазейки для того, чтобы спрятаться, да, и в последующем погибают в этих укромных местах. Но профессионалы, которые проводят диэротизацию, уже имеют специальные инструменты, специальные средства для того, чтобы можно было своевременно все это утилизировать, сконцентрировать и вывести для дальнейшего уничтожения. То есть, опять же, если появились подозрения, допустим, на какой-то запад, стоит звонить в свою управляющую компанию, которая выйдет на тех, кто проводил работы по диэротизации? Они имеют договор, имеют контактные телефоны и сразу будут приняты меры. Потому что, да, действительно, запах разложения очень негативно действует на психику людей, особенно неприятных. Если затронуть в нашем разговоре тематику удаленных территорий, у вас и Кега, и Талаги, поселок, проблема несанкционированных свалок присуща этим территориям? У нас несанкционированные свалки имеют место только на острове Кега по причине длительного отсутствия полигона для сбора твердобытовых отходов. На данной территории ранее использовалась производственная свалка 10-го лесозавода. В настоящее время лесозавод обанкротился, свалки как таковой нет. Поэтому администрация округа пытается через управляющую компанию ЗОЧИ, также через ТОС Кега. И сами мы оказываем помощь по вывозу твердобытовых отходов и крупногабаритного мусора. В летний период это на паромной переправе, а в зимний период через ледовую переправу, которую у нас в последнее время делает Приморский район. Вы упомянули один из ТОСов. А вообще это движение насколько активно развивается и насколько активно его участники пропагандируют именно работы по благоустройству территории? У нас ежегодно разрабатывается план работ ТОСа Кега. Активный сейчас председатель это Матвеев Николай Юрьевич. Бухгалтером у него, исполнительным директором является Матвеева Анна Дмитриевна. Они четко, внимательно подходят к этим вопросам. Сделан уже очень большой объем работ на острове. ТОС неоднократно награждался за свою активность. И в настоящее время помимо свода деревьев, наведения порядка, улучшения грунтовых дорог, которые имеются на острове, проводятся работы по планам Департамента экономики мэрии. Разрабатываются программы, которые финансируются со стороны мэрии города и денежные средства выделяются для наведения порядка на данной территории. То есть люди могут получить деньги, освоив которые они изменят своими руками, в том числе свою собственную жизнь? Конечно, да. Очень большие работы проведены и в районе стадиона. Убраны все старые непригодные элементы. Установлены новые малые конструкции. Сделана горка. Сделана площадка перед поликлиникой. То есть работа идет активно. Мы выделяем туда большое количество мешков и призываем жителей острова тоже принять активное участие в проведении двухмесячника по уборке. А если вернуться в центральную часть города, по опыту прошлых лет, насколько все-таки активно люди отзываются и выходят на субботники и просто в нерабочее время убрать свою территорию? По опыту 2013 года мы были удивлены и приятно удивлены. По одной простой причине, что жители округа, в основном жители среднего возраста, активно занимаются наведением порядка на своих территориях. Очень активно будет в этом году заниматься организацией партии «Единой России». Уже проведены ряд оргсовещаний по этим вопросам. Мы объезжаем территории. Очень много сейчас уходит граждан у деревянных домов, что также позитивно мы воспринимаем. Мы сразу выдаем по мере выхода бригады и мешки, и перчатками обеспечиваем, и инструментом, если необходимо, грабли и прочее. И люди тоже с пониманием относятся к этому, наводят порядок услуги домов и в последующем проводят работы по возделению. А вы можете назвать цифру, чтобы понять масштаб этой работы, то есть в 2013 году сколько мы вывезли мусора именно с территории Октябрьского округа? Мусора можно вывезти, расценивать таким образом, если мы имеем… Давайте в КАМАЗах можем намерить? В КАМАЗах, да. Более 50 КАМАЗов, а грузоподъемность КАМАЗа от 7 до 10 кубометров мусора, поэтому оценивайте. Это разовый вывоз, который производится. То есть это не в течение двух месяцев? Нет, не в течение двух месяцев. То есть это за один такой масштабный городской субботник? Да, вот мы проводим первоначально, когда начинаем активно, вот освоим вот такой объем мусора по одной простой причине, что в период проведения двухмесячника проводится очистка территории и вокруг так называемых гаражей, хотя мы понимаем, что они несанкционированно установлены. В свое время, конечно, будут приняты меры к освобождению этих территорий от незаконно установленных строений, производится вывоз и от большого количества мебели, которая выносится гражданами к сараям, бровяным. Тот самый негабаритный мусор, да? Да, негабаритный, поэтому большой объем вывозится. У нас специально для этих целей выделяется техника, погрузчики, производится загрузка и вывоз и утилизация на центральный полигон. Говоря о благоустройстве, я хочу спросить, какие планы в части озеленения нашего города, создания более уютной атмосферы, может быть, какие-то цветники, что появится в этом году в Октябрьском округе? У нас большие работы проводятся по озеленению в парке Ломоносово, там сделаны новые клумбы, высаженный кустарник новый, сирень посажена и большое количество деревьев, которые будут размещаться на тех территориях, где ранее произрастали сорные сорта кустарников, которые в настоящее время проведена в выкорчевке, и на этих местах будут посажены уже более ценные виды. А какие территории ждет вот это зеленое счастье? У нас, значит, в планах парк Ломоносово и плюс территория острова Кега. По инициативе ТОСа они тоже планируют посадку деревьев взамен тех тополей, которые ранее вырублены и представляли угрозу населению. — Если резюмировать наш разговор, на ваш взгляд, меняется сознание людей в части того, что за свою территорию нужно отвечать, что можно и нужно выходить на субботники? — Естественно, да. Мы проводим вот эту разъяснительную работу. Уже многократно это было проинформировано и в средствах массовой информации, и в газетах, и на телевидении. О том, что граждане, собственники жилых помещений имеют право на межевание земельных участков, но данным правом не пользуются в полной мере. Поэтому мы призываем своевременно ставить задачи управляющим компаниям в плановом порядке сейчас, пока нет авралов, провести межевание земельных участков, становиться собственниками данных земельных участков и на них уже наводить в дальнейшем и поддерживать порядок. — Так, хозяйской рукой, и посадку деревьев производить, и посадку кустарников, и разбивку клумб, и строительство гостевых стоянок, то есть и детских площадок. То есть весь комплекс того, что необходимо для нормальной жизни. — Ну и хочу заметить, что такие примеры в Архангельске уже есть, а у нас есть последний на сегодня звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. — Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Ивановна. Я бы хотела задать вопрос вашему гостю. Когда будет отремонтирована улица Комсомольская со стороны Искры до Ломоносова? Асфальт в ужасном состоянии. Дети ходят в школу, прыгают, рыпины. — Ремонт в проезжей части вы имеете? — Нет, тротуар. — Нет, не на проезжей. Тротуар. — Тротуар. — Спасибо большое за ваш звонок. — Да, эта проблема существует. На этот год в планах определено асфальтирование тротуаров от первой школы в сторону Ломоносова. И я думаю, эти планы будут притворены и тротуары сделаны. Потому что, вы правильно сказали, там уже тротуаров нет, там есть вкрапление кусков асфальта. — Там есть направление движения. — Да, направление движения. Поэтому действительно надо создать школьникам и их родителям максимальное удобство для того, чтобы посещать первую школу. — Согласитесь, что с каждым днем актуальность обсуждаемой темы будет лишь нарастать. Поэтому, думаю, мы еще не раз вернемся к вопросам благоустройства. Архангельская. Сергей Акарадьевич, спасибо большое, что пришли к нам. На сегодня все. Но уже в среду в 20.45 новая тема окажется в центре внимания. Говорить будем о ЕГЭ. Не забудьте проверить качество интернет-соединения. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok